Здравствуйте, уважаемые дети старше 16 лет! Это Финал ФМ, я тут Таларсин, и как всегда по вторникам мы представляем вам молодежное крыло программы «Вдоли» совместно с сообществом «Бизнес-молодость» мы рассказываем истории проектов, которые делают люди до 30 лет, новое поколение бизнесменов и бизнесвуменов, которые показывают, в общем, личным примером, что нет ничего невозможного в этом мире, и мы сегодня снова попытаемся вам это доказать. 65 10 99 6, у нас московский телефон, финал.фм, это наш сайт, заходите на страничку программы «Вдоли», в студии сооснователь проекта «Бизнес-молодость» Михаил Дашкиев. Привет всем! И сооснователь креативного агентства ОМ Анастасия Перец. Всем привет! Расскажи, пожалуйста, что такое креативное агентство ОМ? Креативное агентство ОМ — это компания, которая занимается организацией мероприятий, и также у нас само по себе образовалось направление маркетинговое, и сейчас это моя мечта очень давняя, на профессиональном уровне сделать направление по фандрайзингу, то есть по поиску спонсоров. Да, то есть мы будем собирать пул мероприятий и пул спонсоров. Для кого спонсоров? Спонсоров для мероприятий. Например, то есть есть компании, да, или люди, которые организуют, например, мероприятия, и им нужен спонсор. Да, и они не знают, где искать их, как их искать, да. И у нас есть такая идея, то есть собрать компании, например, там, те же алкогольные и табачные, которые не знают, куда реализовать, да, а мы знаем, да, то есть мы будем отбирать мероприятия по целевым аудиториям, четко их сегментировать, да, и помогать искать средства, то есть друг другу помогать, находить… Когда Настя волнуется, она всегда говорит такими очень умными словами. В общем, фандрайзинг, даже я знаю, что это такое. Ну, это фандрайзинг, кто не знает, это сбор средств на что-либо, в том числе это может быть и благотворительные какие-то мероприятия. Какие ивенты в вашем портфолио и портфеле находятся? Да, я просто еще хотел сказать то, что на самом деле, смотря на Настю, я вижу, как взрываются салюты, вбегают солдаты, въезжают танки. Пингвины в цилиндрах, бородатые женщины, все, что мы задумали, все можем себе позволить, да? Да, машут крыльями, плясывают чечетку. Вот Настя, это примерно про это. Я поэтому сказал про волнение. То есть масштаб гигантский. Да. Мне просто приходится оправдывать фамилию свою. И быть жгучей, как минимум. То есть должно быть так. Расскажи про агентство. Да, что это? Это могут быть дни рождения, или это уже какие-то серьезные корпоративы, или, может быть, это какие-нибудь... Дни рождения тоже серьезные. К намер, дни рождения БМ, это серьезные мероприятия очень. Мы работаем 24 часа в сутки, по-моему, даже во сне я представляю, какая там будет схема. Парковки. И парковки, и палаточных домиков, и так далее. Расскажи, пожалуйста, какого рода мероприятия проводишь, какого масштаба, то есть вот что является твоим продуктом? Да, рассказываю. Мероприятия у нас как для корпоративных клиентов, так и для частных клиентов. Для корпоративных клиентов это могут быть, как и конгрессы за рубежом, у нас большой опыт в разных странах мира. Корпоративные мероприятия, тимбилдинги. Для частных клиентов это могут быть свадьбы, дни рождения в том числе. И, ну, по сути, мы специализируемся на корпоративных, да, потому что это интереснее. Но в то же время, особенно в последнее время, очень много людей выбирают концептуальные свадьбы делать. Не так, как раньше, там, буквой «П», рассадка, водка, оливье лицом, салат и все. Да, а сейчас вот именно люди выбирают какие-то сценарные такие истории. Не, да, вот выкуп — это вообще отдельно. А что свадьба в стиле пирата Карибского моря, что-нибудь в этом роде? Да, 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 свадьбы, ну, латиноамериканские, какие угодно. У меня есть вообще идея сделать мероприятие в стиле Англии, да, то есть… В Вельтарианской. С красной телефона и в лондонской будкой. Будкой, да, да, да. А, понятно, откуда ноги растут. И вы представляете, оказывается, в следующий год в России объявлен годом Великобритании, да, и это вот все так растется. Вам по-любому придется его делать. По-любому это будет однозначно совершенно. Ну, конечно, вопрос, который возникает и у меня, и у всех наших слушателей, чем ваше агентство уникальное и отличается от огромного количества прочих ивент-агентств, которые просто как грибы, как плесень, простите меня, коллеги, возникают, рушатся, разваливаются. И на самом деле на рынке остаются только действительно самые профессиональные и самые креативные. Вот именно поэтому мы и остались на рынке, потому что мы самые профессиональные и креативные. Самое первое — это то, что мы любим свое дело. Самое первое. Потому что есть очень много маломальские там специалисты, не специалисты, которые знают там 2-3 звезды и начинают уже организовывать мероприятия просто потому, что хотят заработать денег там, да. Нам нравится сам процесс организации мероприятия, то есть мы занимаемся мероприятиями с детства. А сколько лет вы уже существуете? Как агентство? Да, да, да. Само агентство существует около трех лет. Совместно с Гулей мы объединились в этом году. Партнер. Да, Гуля — это партнер мой. А вообще мероприятиями занимаемся, ну, Гулю, наверное, лет 15, именно, потому что она не меняла сферу деятельности. Она и профессиональный ивентер, да? Она ивентер, да. А ты маркетолог? А я маркетолог, да. Я вообще начинала свою деятельность арт-директором в клубах. Затем я закончила, получила высшее образование в маркетинге в институте рекламы, потому что маркетинг — это моя тоже любовь. И я вот хотела именно совместить маркетинг и события, да, то есть вот в этом плане развиваться. Собственно, так все и происходит. Именно поэтому к нам сейчас подтягиваются клиенты, которые заказывают у нас брендинг, ребрендинг, какие-то выводы, например, там, западного какого-то бренда на российский рынок, да. И, ну, то есть прямо вот в последнее время прям подряд два-три клиента вот в этом месяце даже обратились именно... За маркетингой поддержкой. Да, да. Настя, а сколько денег ты зарабатываешь? Сколько денег зарабатывает агентство? Какой оборот, прибыль, да, да, да. Я могу сказать, вот за последний месяц прибыль у нас на двоих около миллиона получилось. На двоих? Да. Ну, то есть тысяч по пятьсот, да. По пятьсот на девочку. Да. Это чистый ваш заработок? Да. А оборот агентства в целом? Он сезонный, наверное, колеблется? По-разному, да. Но про Новый год мы не говорим. Вот смотрите, например, в том году у нас был оборот 18 миллионов за год, а в этом году мы уже примерно, нет, не примерно, мы уже даже больше выходим. То есть у нас за полгода уже, я думаю, где-то к 30 миллионам мы приближаемся. Это очень серьезная динамика, да, Миша? Ну, динамика серьезная, да, но так нормально. Нормально, но по сравнению с другими участниками, например, в бизнес-молодости, которые говорят, ну, у нас в месяц 18 миллионов, я говорю, в месяц, а у нас в год было в том году, ну, ничего, ничего. Ну, зато вы занимаетесь красивым, интересным делом. Вообще, действительно, я, поскольку тоже очень часто сталкиваюсь по роду деятельности с эвет-агентствами, веду мероприятия, иногда просто ты смотришь на это и думаешь, боже, кто эти люди? Кто им доверил это делать? Они ничего не понимают, они ничего не соображают, они все профукивают. У них нет элементарного представления о тайминге. Я не знаю, ведь сделать мероприятие от булавки и до звезды, это очень кропотливая и, ну, такая достаточно... Планирования очень много. Ну, и организационная работа, это вот, ну, для клиента уже выглядит все просто феерично, а то, что происходит за кулисами, если хоть какая-то там выпала составляющая, что я вижу почти всегда, то это хаос и разрушение. Как вам удается, и удалось ли вам справиться с этим, как вы организуете свою работу таким образом, чтобы вот, ну, комар носа не подточил? Это 15-летний опыт Гули или... Это 15-летний опыт... Или команда. Опыт Гули, да, это 10-летний мой опыт в ивентах и вообще различный опыт нашей команды, да, то есть у нас сейчас в агентстве работает постоянно 5 человек, да, плюс если больше мероприятий, мы просто берем на фрилансе дополнительно ивент-менеджеров под проект, да, и, конечно, когда работает команда, то есть перед каждым проектом мы собираем мозговой штурм, да, и когда много мыслей специалистов объединяется воедино, то есть, ну, в конце мозговой штурма ты понимаешь, что любое мероприятие вот на раз-два-три раскладываешь и реализуешь. И, конечно же, комара носа не подточит, и заказчик не видит никаких нюансов, да, это как одно агентство сняло даже ролик, что звонит заказчик и говорит, ну, как дела у нас по проекту? Все хорошо, все, мы идем по таймингу, все правильно, все хорошо, и следующий кадр, там, все падает, сцена упала, ничего нету, свет вырубился, ну, то есть, это реально так и происходит, бывает, что ведущий не приезжает, ну, то есть, все, что угодно. Проблема бывает. Я, кстати, один раз вела сама мероприятие, даже Дедом Морозом был. Это, знаешь, любимые два выражения сотрудников ивент-агентств, я вас услышал, и мы работаем над этим, это значит, что ничего не, что все, просто, что все вот именно так, все разрушено, все плохо, все пропало. Хорошо, прекрасные маркизы, да, все хорошо, все хорошо. Но, тем не менее, почему-то клиент иногда с упорством выбирает непрофессионалов или, там, доверяет каким-то знакомым и друзьям, как вам удается все-таки вот найти своего клиента и убедить его, убить его точку зрения. Да, и убить его наповал своим талантом. Да, и если уж про клиентов, очень не хотелось бы, чтобы какой-то рассказала про того клиента, которым ты гордишься, вернее, про тот проект, которым ты гордишься, про мероприятие, которое прям па-па-па. Да, может быть, что-то, что можно сказать, вот, стало вашей визитной карточкой, но этот секрет мы вам раскроем после новостей. На финале оставайтесь с нами, это программа «Вдоле», у нас в гостях «Бизнес-молодость». Сегодня мы «Вдоле» с «Бизнес-молодость», здесь сооснователь этого проекта Михаил Дашкиев и сооснователь креативного агентства ОМ Анастасия Перец. Так вот, путь к клиенту. У любого агентства, создающегося, главный вопрос — это где взять клиента. У тебя может быть отличная команда, у тебя может быть опыт работы, но как доказать клиенту, что именно ты достоин делать его мероприятие, и как вообще его заполучить? Причем решение-то немаленькое. Купить базу на горбушке. Это не 5 тысяч рублей заплатить, я так понимаю. Ну, конечно. Крупные мероприятия стоят денег, причем немаленькие. Мне вот интересно, наши сколько стоят. Ну, потом. Вы знаете, довольно-таки часто наши клиенты, зачастую это знакомые либо знакомы знакомых, и все-таки в ивенте передается информация, как выбрать агентство из уст в уста, да, сарафанное радио. И довольно-таки часто заказчик говорит, вот у меня есть знакомые, вот недавно у нас было мероприятие, кстати, мы делали выпускной, но не выпускной, а собираются выпускники американских вузов, которые когда-либо учились в Америке, да, и... Русскоговорящие выпускники? Русскоговорящие выпускники. Наши люди. Наши люди, они уже работают, либо у них свой бизнес, либо они работают в крупных компаниях, но они когда-либо учились в Америке, это их объединяет, вот, и это мероприятие у них ежегодное уже, и в этом году мы им помогали его делать, да. В чём была проблема? Что они сказали, вот у нас есть вот диджей, у нас есть свой ведущий, у нас есть своё это, своё то, а в итоге, в последний момент мы узнаём, что ведущий, не ведущий, прямо во время мероприятия мы узнаём, что диджей не диджей, а просто звуковик, который не сводит музыку. Стоит музыку из контакта. Да, да, и когда я ему говорю срочно американский гимн, а вы мне не давали такую задачу, да, то есть диджей профессионально, он должен просто говорить так, название, и я сейчас найду всё быстро, то есть мы прямо во время мероприятия вызывали дополнительного диджея, просто прямо за свой счёт, мы говорим, мы вам его дарим, но нужно срочно спасать мероприятие. Они, а что, что не так, что не так, мы говорим, сейчас всё будет хорошо, вот, и, то есть, заказчики зачастую говорят, что мы можем всё сами знаем, там, да, у нас есть свои подрядчики, либо свои группы, очень нам понравились, понравились, лучше доверить профессионалу, да, и мы объясняем заказчику, то есть мы просто, рассказываем, что мы делали, да, мы говорим, какие бывают подводные камни, и объясняем, почему лучше выбрать специалиста, да, то есть, исходя из, вот, из примеров предыдущих. Да, дешевле, мы не такие богатые люди, чтобы позвать себе дешёвые вещи. Да, это кое-что бывает. Когда вы только-только создали это агентство. Да, 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 сама технология интересна, то есть, мы бизнес препарируем, можно так сказать. Как ты ищешь клиентов, откуда они к тебе приходят, как выберет система продажа. Вот, понимаешь, вот я решила, вот хочу я сделать это агентство, я, в принципе, представляю себе, как они делают всё. Только как взять клиента тёпленьким. Первое, что надо сделать визитку, это понятно. Ну, офис снять красивый, да. Как это было у нас? Микрофон купить. И колонки. Да. Ну, то есть, у нас просто за спиной большой бэкграунд, и то, что, например, я работала арт-директором в клубах в разных, долгое время, и делала мероприятия, это уже, да, то есть, люди, например, звонят, ты не знаешь, друг у друга спрашивают кто-нибудь, кто может организовать мероприятие. А вот у меня есть знакомая Настя, она работала арт-директором в клубе, может быть, она может тебе помочь там, да, ну, то есть, вот так потихонечку набиралось. А сейчас, или это тогда так было? Это было тогда, и до сих пор тянется оттуда, до сих пор, то есть, мы сейчас у нас… Холодную звонками вы не продаёте? Занимаемся, продаём. А, продаёте. Продаём, да, то есть, в этом году у нас такой план Альфа увеличить объёмы, да, и мы наняли руководитель отдела продаж, это, кстати, было во время коучинга, вот, когда мой партнёр Гульнара пошла на коучинг, да, после меня, то есть, я была в ноябре-декабре, она следом пошла, да, и я вместе с ней, чтобы мы одновременно развивались, ещё раз пошла, это было задание нанять людей в компанию там, да. Мы дали объявление на Фейсбуке, и мы просто были в шоке, когда пришло 300 резюме на почту. Ничего себе. 300, вы можете из такого представить? Мы думали, ну, 2-3 хотя бы, там, 300 резюме, просто смотрели наискосок, мы сделали 50 с собеседованием, у нас не было тогда офиса, собеседование проводили в кафе «Братьев Караваево» на белорусской, в самом маленьком, по-моему, из «Братьев Караваево». Напротив офиса «Лады». Да, и мы сидим, и люди, главное, хотят у нас работать, Гуля, а как такое вообще может быть? Мы сидим, говорим, у нас нет офиса, зарплату мы не платим, только процент, вообще ничего нет, вот такая ситуация, и люди звонят, хотят работать с нами, понимаете? Ну, то есть это, мы просто с энтузиазмом рассказываем то, что мы делаем, да, куда мы идём, рассказываем то, что мы уже какие мероприятия сделали, да, и вот, видимо, вот эта энергетика передаётся, и люди хотят с нами работать. Но так было не всегда, когда, когда-то твой партнёр Гуля работала в эвент-агентстве, а не имела своё собственное агентство, ты работала в большой компании, как я понимаю, с неплохой зарплатой, обе вы были. И что вот вас побудило вдруг всё бросить, сойтись и начать совместное дело? Расскажу. Начать вообще быть бизнесменом, так сказать, да, иметь своё дело, у меня было с детства. Именно поэтому я в детстве с подругами там продавали лимонад, покупали... То есть ты откуда, кстати, из какого города? Я с города Вологда, и я с самого детства там занималась, ну, то есть я продавала и торговлю, газеты мы продавали, и лимонад, и так далее. Свистульки всякие вологодские. Да, ну, то есть кружева. Да, да. Кстати, умею плести кружева. Вот. Мало кто умеет плести вологодские кружева в Вологде. Все были в шоке, конечно, когда узнали, что я пошла на кружевоплетение, но тем не менее. Ну, так вот, возвращаясь... К бизнесу. К бизнесу. С детства была предпринимательская жилка. Да, и организация, попытка организовать агентство, это не первое, а третье уже. То есть с третьего раза получилось? С третьего раза. А первый раз как ты открыла? И как ты закрыла? Вот что меня больше всего интересует. Как можно закрыть его? То есть закрыть дверь, повесить амбарный замок? Да, так примерно и было. Мне нравится. На самом деле, вообще, бизнес-молодость — это вообще круто. Я расскажу чуть позже, почему. Когда пришла на первое занятие, Миша вёл как раз какой-то интенсив. Не интенсив, там было со второго занятия пришло, и там отдельно 40 человек, такая VIP был тренинг. И Миша рассказывал, как они там, когда открыли какой-то бизнес, давно занимались брендингом, наследство делили и так далее, вместо того, чтобы заниматься литгеном. Вместо того, чтобы заниматься привлечением клиентов. Клиентов, да. Я переведу для нашей жизни. Слэнг. Вот. И мы то же самое создали логотип. Мы посчитали, что нам нужно в Мирекс, группу в Москва-Сити снять офис, сколько нам нужен, какой оборот, сколько денег. Значит, логотип такой. И вы представляете, мы были спонсором. Компания только начала, ещё денег нет вообще. Мы были спонсором компании CaruFilm. Ничего себе. Как организаторы мероприятий для привлечения у них клиентов. То есть мы им делали мероприятия. За свой счёт. Да. А почему? У них была такая стратегия в голове. Да. Ну что, нормально. Секрет успеха. Сделать логотип какой-нибудь крутейший. Это было промо-мероприятие. Сесть в Москва-Сити и быть спонсором. Да, достаточно. Да, надо было только почку продать сначала. Дело в том, что они, у них же выходят эти брошюры, где они программу фильмов своих пишут. И у нас там полоса. И сейчас полоса, миллионный тираж по всей России. Сейчас все будут наши. Я тут-то была. Ни одной заявки. А знаете, какая заявка была откуда? С интернета. И мы делали день рождения внучки Иосифа Кобзона. Вот это да. И мы об этом узнали только тогда, когда приехали туда. Я звоню в охрану и говорю, «Вы знаете, у нас не проходит газель с лошадью». Ну, мы пони привозили под шлагбаумом. «Как проехать?» «Ну, вы скажите, что вы к Иосифу Кобзону, и вас пропустят». Я говорю, «Хорошо». А потом думаю, «Кому? Мы везем пони Кобзону?» «Алена, мы у Кобзона. Ты понимаешь? Срочно так все по местам». В общем, мы только уже на месте поняли, где мы. В общем, это было круто. Ну и что же после этой феерии? Почему же пришлось закрыться-то? Да, как же закрылись? Потом было еще одно мероприятие. Тоже где-то там в том районе, на Баковке и так далее. Ну, в общем, было... А потом была яма, так называемая, по-бэмовски. Да, и клиенты почему-то не идут. Обзвоном заниматься некогда. И, в общем, как-то все не получается. Как это было принято решение закрыть? Вот вы все сели, выпили, наверное. Нет, мы просто поняли, что нет денег, и решили все устроиться на работу. А, вот так. А на самом деле сайт до сих пор существует. И благодаря этому сайту я прошла тот первый коутинг. Ага, то есть на основе него ты сделала правильный лендинг? Нет, случайно совершенно. Вся энергия начала собираться, видимо. И на тот сайт каким-то образом зашел человек и заказал артиста. И я прошла. А, и ты сделала заявленную сумму. Да, да, да. Понятно. Ну, и, в общем, вы так барахтались. А с Гулей у тебя, как я понимаю, просто были какие-то общие интересы? С Гулей. С Гулей мы познакомились... Нет. Мы познакомились, мы учились в РМА. Там у них есть такой курс «Концертная гастрольная деятельность». Ведут акулы шоу-бизнеса. Очень интересная. Например. Например, Эльдар Бакеев, который организует концерт «Мадонна», «Джорджа Майкла» и так далее в Олимпийском. Матвеев, продюсерский центр «Кэт», если вы знаете, не знаете. Ну, организаторы ивентеры знают, сейчас скажу, «Гинсбург», который продавал, ну, как концертный директор, правильно сказать, Аллы Борисовны Пугачёвой, и было в своё время, и Филипп Киркорова. Клубный промоутер Синишел Заревич тогда был. Этих двух я знаю. К сожалению, нет. Потом был арт-директор клуба «Крыша мира» Гагарин, у которого группа «Some People», очень известная. И мы там познакомились с Гулей. Мы там отучились, да, и у нас после этого были совместные какие-то проекты. То есть я работала после этого ещё в клубах, Гуля работала в ивент-агентстве. И, то есть, мы друг у друга, как это принято у ивентеров, там, да, там, Гуля, у тебя есть такой-то коллектив, или Настя, у тебя есть такой-то коллектив, там, да-да-да-да, вот мне нужен такой-то на проект. Вот таким образом мы сотрудничали. И, собственно говоря, и дружили, то есть, да, поскольку много общих интересов вообще, в принципе, по жизни. Вот. Ну, потом в ивент-бизнесе всегда круто, когда есть рядом кто-то, на кого можно положиться, и кто тебя не подставит, не кинет. Кто спасёт. Да, что бывает слишком часто. Да-да-да-да-да-да. Вот, и после моей клубной деятельности я же работала в туристических туроператорских компаниях крупных, да, и потом всё-таки настал такой момент, что я поняла, что, несмотря на то, что я сделала карьеру, о которой мечтала всю жизнь, да, то есть директор по маркетингу, ну, выше только генеральный директор. Только звёзды. Да, и что, собственно говоря, как я могу зарабатывать больше, куда мне идти, ну, как, потом я захочу 200, потом я захочу 300, потом 400, и где я должна работать? Лебень продавать как-то тоже не хотелось. Да, ну, то есть, а что же делать? То есть я поняла, что я уперлась в потолок, и в чём моя мечта, то есть, ну, надо что-то делать своё. И мало того, когда уже есть определённый уровень, и есть мышление быстрое и масштабное, которое у меня с детства, да, то есть я любую идею развиваю сразу же в масштабах мира, мне кажется, вот. Вот, и я понимаю, что нужно сделать раз-два-три, допустим, в отделе у себя, а есть кто-то сверху, кто говорит, не надо раз-два-три, потому что 15 лет мы делали так. Надо сделать раз-два-три, не надо пока. А я понимаю, что надо три. То есть не все идеи твои, в общем, как-то приветствовались. Да, а я знаю, как нужно быстрее сделать, я знаю, что можно вот туда, ну, то есть, по крайней мере, мне это интересно, и я знаю, что на Западе это уже применяется, да, и, собственно говоря, вот совершенно случайно я... Пожаловалась Гуле? Нет. Да, и Гуль тоже я жаловалась Гуле, говорила, да-да-да, надо с этим заканчивать, а потом бизнес-молодость вот так, мама мне позвонила, говорит, Настя, там что-то какие-то миллионеры что-то говорят, посмотри, послушай, я зашла на сайт. Это первый случай, когда мама отправила девочку в БМ. Да, первый? Да, в нашей практике первый. Ну вот на нашем радио это не первый случай, ой, первый случай, а так вообще это часто происходит. Именно матери почему-то отправляют своих детей. Им подсказывает материнское сердце и интуиция, что это для деток хорошо и правильно. Уважаемые дети после 16 лет, как говорится, на шатке, мы вернемся после новостей. Как всегда по вторникам, сегодня в доле бизнес-молодость Михаил Дашкиев, Анастасия Перец, основатель креативного агентства ОМН, 651099,6, московский телефон, заходите на сайт финам.фм в страничку программы в доле. Так вот, мама отправила Настю на коучинг в бизнес-молодость. Ну можно и так сказать, не то чтобы отправила, она просто знает, что я все время стремлюсь к тому, чтобы выйти в уровень независимости, то есть удовлетворить все свои материальные потребности уже и заниматься чем-то интересным в плане глобальным. И не задумываться о том, так, что тут за квартиру, где там, как кого обеспечить там, да, ну то есть думать более глобально и социально, да, то есть мне нравится, например, помогать людям найти, например, свое призвание, да, помочь им реализоваться в этом, монетизировать это призвание, да, свое хобби. И идти вперед, то есть мне это доставляет удовольствие. Почему мне нравится наставничество, да, потому что это часть моей реализации. Опять же объясню, Настя ведет наставничество, это значит, она помогает новичкам, первопроходцам, отвечает на их тупые или умные вопросы о том, как положить деньги в Яндекс.Директ, как что-то там настроить или не настроить, или просто помогает, наверное, как-то морально, что тоже немаловажно. Причем, замечу, что она помогает чисто, скажем, на безвозмездной, благородной и волонтерской такой основе, потому что когда-то ей тоже помогли. И там на коучинге у тебя открылись глаза? Или еще там ты встретила Гульнару? Нет, Гульнару на следующем. Дальше я ее туда привела уже, да, говорю, Гуля, есть дело. А на коучинге, да, открылись глаза. Что мне понравилось? Что я, во-первых, услышала те свои ошибки, через которые ребята тоже прошли, да, так называемую боль, которую Миша все время идентифицирует. Это действительно боль, через которую проходят люди, которые пытаются когда-либо начать свое дело, да, очень много ошибок. И когда ребята говорят, делай раз-два-три, нужно действительно делать раз-два-три. А что ты сделала раз-два-три? Вот что ты внедрила? Что я сделала раз? Вот в самый первый коучинг, да, когда я пришла, я сделала пять лендингов. Пять сайтов? Пять сайтов, да. Моя ошибка была в том, что я сделала пять сайтов вообще на такие ниши, на которые там, ну, я просто, чтобы пробовать, да, я еще тогда работала на тот момент. Щебень? Нет, ну, там, печи. Печи? Отопительные. Отопительные. У меня просто у брата магазин печей, думаю, ну, брату помогу. Печи, не печи. Ну, то есть я распространила свое внимание. Сфокусировалась. Да, расфокусировалась. Нужно все-таки сосредоточиться на том, что, в чем есть опыт. Прежде чем будет два и три, давайте поговорим с Петром. Здравствуйте. Петь, слушаем вас. Алло. Да, здрасте, здрасте, говорите. Приемничек выключите только. Выключился сам. Бывает и такое. Значит, два. Два. Два — это Директ. Это Яндекс.Директ. Это вообще отдельная история с Яндексом Директ, потому что я поняла, что я должна через это пройти. Я его наставила, мне ничего не получалось. Мне тогда сказали, ребята, а сейчас мы тебе поможем. И скинули мне видео, которое мне поможет. У меня такая рубрика «Энциклопедическая страничка для наших слушателей». В данном случае Настя говорит о создании потока посетителей. Через поисковую систему. Да, через поисковую систему. Да. В общем, суть в том, что они мне дали видео, которое еще больше затмило всю мою память. И я вообще перестала думать. В общем, у меня очень плохо получилось с Директом тогда. Но тем не менее, поток клиентов был. Но не такой, как со второго раза. Во второй раз я настроила как-то грамотнее. И вот было задание сделать 800 кликов за неделю. Да, у нас было 877. Я не знаю, как это произошло и как я это сделала. В общем, это произошло. И самое интересное, были звонки. И у нас были заказы. Мы вообще придумали такую историю. Нужно было сделать лендинг прямо сейчас, чтобы были быстрые какие-то заказы. А у нас же цикл сделки длинный. Цикл сделки. Энциклопедическая страничка. Это время, которое проходит от первого контакта с клиентом до момента, когда он платит деньги в кассу. В данном случае это может быть до полугода. Да, до полугода. Но мы придумали тогда, это был февраль-март. Мы сделали экспресс-мероприятие с выездом в офис. Короткое, например, поздравление для мужчин и девушек. Выезд полевой кухни в офис. Там, не знаю, мастер-класс по суше для девушек. Либо там какой-то сюрприз. То есть такие экспресс, они там небольшой средний чек у мероприятия. Но их можно было сделать много. Да. Но на самом деле проблем столько же, сколько организовать крупные мероприятия. Но тем не менее мы это делали. Даже там была не суперприбыль, но тем не менее нам звонили хорошие клиенты. Например, компания Сибур, нефтяная, крупная. Мы практически за бесплатным сделали мероприятие. Помогли найти ресторан, который ближе к их офису и так далее. Но мы понимаем, что у нас есть одно касание. Как это энциклопедическая сделка, одно касание перевести? Один контакт. Один шанс заполучить клиента. Да, один момент общения. Да, в данном случае шанс. Да, положительный. Да, то есть... И звонок, и встреча, и письмо, и смс. Это все виды касаний с клиентом. С положительным отзывом. То есть человек... Мы спросили, как дела? Как все прошло? Он написал, все хорошо, спасибо большое. Вот уже они знают друг друга, теперь они не знакомые люди. Теперь даже после маленького мероприятия они уже друг друга знают, и это значит, что история может разворачиваться дальше. Да, то есть есть с чем работать. Есть позитивный фидбэк. Да. Да, именно. Мы рассказывали о том, как ты пришла в БМ. Пункт 2 и пункт 3. И пункт 3. Пункт 3, собственно говоря, это в первом коучинге это было... Это было что? Тут не важно, что было в коучинге, важно, что ты сделала. Что я сделала? Вообще выбрать правильного партнера. Очень важно. Вот с Гулей мне очень повезло, мы друг друга дополняем. То есть у нее громадный опыт в ивентах, у меня тоже большой опыт в ивентах, но другого плана, плюс маркетинг. И у нас получилась реально сильная команда. Но она сначала сопротивлялась, насколько я знаю, да, и боялась все-таки за тобой нырнуть в бизнес. Нет, она в бизнесе как раз не боялась. Она именно, что новые технологии применять, да, которые говорят БМ, то есть вот это была история, что я не такая. Ну, у нас нюантики, в нашем бизнесе это тут не подходит. У нас не щебень пресловутый. Это называется у нас так, СС, специфическая специфика. Специфическая специфика, да. Ну, на самом деле, к концу первого дня интенсива, особенно второй, все, это было все. Настя, надо действовать, давай все, раз, два, три, и все по новой. Ну, то есть выбор партнера, важно, это пункт один и пункт два, чтобы было одинаковое мышление. То есть, например, если я говорю языком БМ, лендинги, лидгентом и так далее, да, то важно, чтобы партнер это разделял. Иначе, вот, например, у меня перед Новым годом была такая ситуация, что я ухожу с компанией, да, с наемной работы, и у меня получилось такая ситуация, что у меня было три предложения организации совместного бизнеса, трое разных людей. Ух ты. И я сейчас понимаю, что я сделала правильный выбор, да, то есть мы реально с Гули очень сильно команда. А как вот тебе удалось? То есть на основании каких принципов и признаков ты выбрала именно Гулю, а не других? На основании каких признаков? Во-первых, общие интересы по жизни, одинаковая стратегия в голове развития бизнеса, да, и опыт работы совместно с этим человеком. Если ты знаешь, что этому человеку можешь доверять, понимаешь, что можешь от него ожидать, да, конечно же, не всегда всё гладко. Это как в отношениях мужчины и женщины, точно так же и в партнёрстве. И если мы выбираем стратегию быть вместе, тогда всё легче. Вообще хороший пример всплыл про партнёрство с Гулей. Партнёрство — это как женитьба. Это вообще на самом деле важнейший вопрос в бизнесе. От того, какой у тебя будет партнёр, такой у тебя и будет бизнес. Потому что бизнес — это проекция личности человека. Партнёр с балмошной, значит, и бизнес будет с балмошной. Партнёр с системой, значит, и бизнес будет системный. Поэтому это реально как жениться. Надо жениться один раз и навсегда по-хорошему. И поэтому самая лучшая рекомендация от меня, наверное, и Настя является воплощением этой рекомендации, прежде чем жениться, надо сначала повстречаться, сходить в кино, пофлиртовать, конфетно-букетный период, проверить друг друга в деле. Поговорить про Кавку Грефневую. Да-да-да. Поэтому надо реально проверить в бытовухе, друг друга чуть-чуть, пожить вместе. И это у них произошло. То есть они прошли через этап совместного действия, пусть на маленьких проектах, на каких-то взаимопомощах. И они увидели ху из ху. Ну, то есть кто есть кто. Что кто из себя представляет, каких, возможно, недостатков даже стоит от друг друга ожидать. Какие у кого сильные, какие слабые стороны. Ты знаешь, Миша, я ещё хочу дополнить. Точно так же, как и в женитьбе, так же и в партнёрстве. Да, вот несмотря на то, что есть конфетно-букетный, попробовали, пожили и так далее. Да, тем не менее, куча разводов и распада партнёрств. Почему? Потому что, когда люди уже поженились, начинается история, там, типа, непринятия друг друга, там, или ещё что-то, каких-то заморочек. Понятно, что что-то будет не нравиться. Но если люди выбрали, что мы будем вместе, не забирая ни на что. Мы работаем над этим. Мы работаем. Если мы обсуждаем... Работать над отношениями, да? Да. Ну, то есть понимать, допустим, если возник конфликт, нужно его обсудить. А конфликты возникали у вас? Возникают не... Как? Когда на одну точку... Не переходя на личность. На одну точку, на одно и то же событие, либо действие, либо что-то человека, у нас разное мнение, да? И мы можем спорить, поскольку мы два лидера, мы спорим, там, и так далее. Можем даже разойтись в разных мнениях, подумать, и потом всё равно обсудить, да? И понять, то есть, почему я так думала, почему она так думала, да? Принять, то есть, ну, как... Мы это прорабатываем. Когда мы это прорабатываем, мы понимаем, что иногда это наша заморочка, там, да, что это наше зеркало. Например, я один раз думала про Гулю одно, а она про меня другое. А на самом деле, когда мы поговорили, оказалось вообще третье. И мы понимаем, что если мы не будем общаться, а думать что-то сами себе на уме, и просто потом, хлопнув дверью, разойдёмся, то это не вариант, проблема не решается. Выбрав следующего партнёра, будет всё то же самое, да? Поэтому очень важно просто разбираться в каждом каком-то затыке, так называемом, именно с этим конкретным человеком, потому что он самый лучший в данный момент времени. Окей. А вот я очень хотел спросить про нашу стандартную рубрику. Уже? На что мы тратим деньги? А вот да. Меня он сразу интересует. Особенно, когда я разговариваю с девушками. Потому что, ладно, мужики, тачка, всё понятно, машины. А у техушек ещё больше расходов. А вот и расскажи. Вот 500 тысяч. Ты их куда? Прячешь в чулок? На селф-тюнинг. Да-да-да. Тачка на прокачку. Мне реально интересно. Во-первых, у меня есть глобальная цель. У меня нет недвижимости. Причём нет недвижимости ни у меня, ни у моих родителей. То есть у нас нет недвижимости. И у меня эта цель с детства... Я, кстати, даже родителям сейчас вспоминаю, сказала, когда я вырасту, я куплю всем по дому. Вот. У меня есть глобальная цель, чтобы у нас у всех было жильё. Потому что как жильё, это некая всё-таки... Как это называется? Гарантия стабильности. Не то, что гарантия стабильности, как, не знаю, пещера, дом. Ну, то есть фундамент, да, то есть понимание, что у тебя есть твой дом, это важно. Да, то есть у меня сейчас это первостепенная цель. Ну и, конечно, как я не буду перечислять все эти мелкие какие-то машины там и так далее. Действительно. Шопинг. Ну, просто это не сама цель, это результат, да. Цель идёт реализация себя, реализация своего внутреннего. То есть когда у меня глобальные цели — это передавать людям знания, помогать им развивать своё призывание. Это мне очень нравится. Развивать себя в ивентах, в мероприятиях, создать большое шоу. Мне это очень нравится. И искать, например, людей-талантов, да, и помогать им вот выходить в люди. То есть мне нравится это делать, да. Помощь людям. Открывать звёзды. Да, для меня, ну вот именно помощь, как приносить людям радость. Почему я делаю мероприятия, да. Это же очень стрессово, да. Каждый раз, когда есть сложные мероприятия, я говорила, я больше не буду заниматься ивентами, но тем не менее. Нет, я хочу это делать, что люди, когда говорят спасибо. Это круто. Это круто. Продолжим, да. Это программа «Вдоле». У нас в студии сооснователь проекта «Бизнес-молодость» Михаил Дашкиев и сооснователь креативного агентства «ОМ» Анастасия Перец. 65 10 99 6. Наш московский телефон. Финам.фм наш сайт. Заходите на страничку нашей программы «Вдоле». Так вот, мы остановились на том, собственно, чего ради всё это. Да, и Настя говорит, что, конечно, не ради денег, хотя это тоже приятно, но ради возможности реализовываться самой, помогать реализовываться другим талантливым и менее предприимчивым людям. Потому что, действительно, на таких больших мероприятиях есть возможность открывать новые имена, каких-то находить новых талантливых артистов, какие-то оригинальные номера неожиданные, там даже и цирк, и прочее всякое. Такая идея. У нас тоже так периодически было, когда мы только начинали, когда был инсайд, был всегда такой вздох, как будто кислородную подушку и отец оторвали. Это означало какой-то обязательно глубокий инсайд, да, какой-то важный осознание. Открытие артистов. У нас сейчас просто сумасшедшая идея. Ну, как для нас, может, для кого-то вообще обычно, как в магазин сходить. Но мы хотим привести коллектив из Китая. Именно классное китайское шоу. Цирковое? Цирковое, да. Ой, это вообще круто. Я же подумала о тех музыкантов. У них очень просто и шикарнейшее шоу. У нас уже девочка-менеджер находится в Китае. И, в общем, уже много что сделали для этого. Я думаю, что всё получится. Вы хотите это привести на какое-то конкретное мероприятие или прямо на гастроли? На год. Поселить их? У нас уже был такой опыт. Асинцы Пекин? Мы привозили уже из Бразилии. Вот это да. Коллектив, да. Это было в 2005 году. Вы отправились в Бразилию, чтобы его искать? Да. Ну, просто история такая, что это тоже моя подруга. У неё муж родом из Панамы. Ну, это рядышком совсем. Вот. Возникла такая идея привезти бразильский коллектив. То есть прямо отбирали, кастинг у нас был по скайпу, хореографы отбирали, костюмы шили в Германии, привезли всех сюда, поселили в квартире, сняли квартиру трёхкомнатную хорошую. То есть это был контракт на год. Вот это да. Да, и продавали их по всей России. Это оправданно? Да. Неплохо заработали. Да, это очень хорошо. Это ноу-хау. Для меня, по крайней мере, я… Вы, конечно, действительно не просто ивенты, агентство, столько креативных проектов. И всё-таки мы так и не рассказали нашим слушателям, какое дело самое любимое у тебя. Какое мероприятие тебе кажется визитной карточкой и вызывает особенный трепет? Трепет. Визитная карточка. В визитной карточке у нас есть мероприятие за рубежом. Например, мы делали конгресс Натали Турс за рубежом. Мы делали директорский тур Blue Sky, компания, которая сейчас с Coral Travel, они объединились, да. В принципе, все выездные мероприятия, которые, да, они… Ими можно гордиться, они получаются все интересными. Это другой уровень, это общение с иностранными партнёрами. Там много нюансов. Одно дело сделать мероприятие в Москве, когда ты знаешь подрядчиков всех, с которыми ты много раз работал и так далее, да. Другое дело, когда тебе нужно, не видя площадки, организовать мероприятие в другой стране с подрядчиками, с которыми ты никогда не работал. И которые вообще не говорят с тобой на одном языке. Да, и которые говорят на другом языке и могут вообще понять, что-нибудь не так. Такое у нас тоже было. И тем не менее, когда мероприятие проходит на высоте, в другой стране, организовывая его из Москвы, да, это действительно достойно уважения. Ну, сейчас я понимаю, по тебе предстоит тоже некоторый новый опыт в вашем деле, потому что вы делаете сейчас мероприятие на очень большое количество человек. День рождения БМ, там планируют сколько тысяч? Три тысячи. Три тысячи. Минимум. Три-четыре, можно. Это гигантский open-air. Ну, не гигант, но как, ну, достаточно большой. Да, это будет город предпринимателей. И это шикарнейший арт-парк в Калужской области, Никола Ленивец. И это, там просто замечательные такие арт-объекты, которые построены. Мы там даже свою, наверное, статую даже слепим какую-нибудь. Слепим, да, обязательно. Из шоколада. Ну, просто столько народу, конечно же, мы слепим. То есть это будет целый город предпринимателей с ярмаркой, с достижением народного хозяйства, да, с концертной программой и с конкурсом. Мы проведем там финал Мисс БМ, да, где участница-финалистка поедет с нами в Америку. Я тоже, кстати, еду в Америку обязательно. Вот с БМ у меня реализуются все мои мечты. Вы представляете, как так получилось? То ли я их притянула, то ли они меня, я не знаю. Но дело в том, что вот я мечтала ораторское искусство. Вот я делаю каждый год калаш мечты. Калаш мечты? Калаш мечты, которые я знаю, что ты их ненавидишь, но они работают. То есть всё, чего бы тебе хотелось, ты в картинках, да? В туалете на две решаешь просто. Ну, а почему в туалете? На холодильник. Миша, если я тебе покажу свои калаши мечты, по пунктам ты посмотришь, как всё реализуется. Я не говорю, что только прилепил калаш и лежишь на диване, да? Прилепил калаш и говоришь специальные слова. И делаешь раз, два, три. Уходи по байке, я послушная. Нужно и то, и то делать. Ну, так вот, я мечтала ораторское мастерство, я у Гандапаса тоже занималась. И что вот быть наставником, коучем, тренером и так далее, да? То есть сейчас я это реализую, это вот просто такой кайф, да? А дома у меня была мечта проехать как Ургант с Познером через всю Америку на машинах, да? И опять же в БМ опять это реализуется. Прям всё по пунктикам. Они прям как по моему сценарию идут. Ну, в общем, это очень классно. Я хочу сказать, что БМ это такое сообщество, где и с людьми на одной волне общаешься, да? И отдых, развлечение там, да, совместный. Не просто тупо полежать на пляже там, да? А такой интересный с общением, с путешествиями, с драйвом, с приключениями, да? То есть всё можно найти в сообществе о бизнес-молодости. Ну, послушай, ну ты же девочка, кроме драйва приключений в твоей жизни должны присутствовать другие вещи важные для девочки. Семья, дети, там, отношения, какая-то, да, социальная какая-то, экономическая стабильность. Ты вообще скажи, ты, как сказать, вакантно? Вакантно. Свободная касса. Свободная касса, да, вакантно. Но вы знаете, у меня то ли планка высокая, то ли что. Может быть, времени просто не хватает? И как же ты вот так вот, ну, может, тебя боятся мужчины? Может, я не знаю. Я на самом деле исследую этот момент, да, но тем не менее, вчера, когда мне показали женщину-мужчину, которая занимается бодибилдингом, и смотря на неё, такая была новость, написано... Кто-то сказал, это ты, смотри, да? Написано, Анна там такая-то, Тулеева какая-то, да. Я смотрю, это мужчина, и у меня такой когнитивный диссонанс в голове, то есть я не могу понять. Смотрю на мужчину, а имя женщины, да, и я поняла, что у меня всё хорошо всему своё время. Может быть, у тебя внутри такие мышцы, понимаешь? Они у тебя, может быть, там, ментальные, карьерные. Может быть, может быть. Тем не менее, знаете, что я вам скажу? Я в своей жизни попробовала очень много разных тренингов, нетренингов, книг, книг, техник, всё что угодно, для того, чтобы стать более женские цели, или там ещё как-то вот девочка-припевочка и так далее, да. Многое, что я пробовала, в моём случае это не работает. И я решила это оставить на волю Божью. Вот как будет, так и будет. А вот кто может тебя сразить? Вот скажи, каким должен быть мужчина? Мужчина должен быть, иметь свою цель, большую. Большую цель, желательно социально значимую, да, в которой я могу поддерживать и помогать, содействовать. Ну, то есть какого-нибудь поэта Ивана Бездомного, талантливого, но нищего ты могла бы взять на поруки, да? Самое главное у мужчины — это потенциал. Вообще есть латинское слово «потенция», да, которое означает не только сексуальную потенцию, но и, в принципе, потенцию мужчины создавать, развивать и так далее. Да, вот я ищу мужчину с потенцией. Настя ищет мужчину с потенцией. Да, да, да. А кто ищет другое? То есть если... Так что, уважаемые слушатели... То есть когда у мужчины есть цель, и мужчина идёт к ней, да, чётко... Ты можешь и в ресторане за него заплатить. Нет, 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 нет. Но, вы знаете, вот я вам скажу так. Когда... У меня были отношения недавно, да, когда мужчина сильнее меня несколько раз, да, я имею в виду... Физически. Не физически, и физически в том числе, и по характеру, и так далее. Я автоматически становлюсь девочкой. Просто автоматически. Моя речь не такая, например, вот как я сейчас, достаточно чётко, да. Ты начинаешь щебетать. Да, я не то, что щебет, а петь. Ну, то есть это как взаимообмен энергиями, да, это происходит автоматически. Что-то сделать специально я не буду больше. Да, то есть всё происходит натуральным образом. А вот ещё такой вопрос, напоследок хочу задать. Представь себе, Настя, вот ты в своём загородном доме, у твоих родителей 8 загородных домов, на всякий случай купленных. Зачем же столько налогов-то платить? Да, это как раз не вопрос. И коммуналки. И вот ты лежишь на шезлонге. С мохито. С мохито, да, безалкогольным, конечно. И вот бассейн, и у тебя и вот всё, и дети, и семья, и плавают. И у тебя бизнес такой, что небоскрёб целый стоит. И всё у тебя есть. Тебе вообще ничего не нужно в плане там, у тебя всё, что ты хотел, ты всё реализовал. И чем ты будешь заниматься? Такого не бывает. Ты вот встанешь с шезлонгой, что ты будешь делать? Ну, я это метафорически к чему говорю? Пойду ногти накрашу. Я к чему это говорю? К тому, что совсем скоро, я думаю, у тебя год-два ты реализуешь свой квартирный вопрос, я уверен, более чем. И в принципе, ну там, ну сколько тебе нужен денег? Миллион, два, три там, в месяц? Я думаю, достаточно. И что? Я ей говорю, что у меня такого не будет. Почему? Потому что этого не было на протяжении, ну, как, сколько я себя помню, да? Да, даже, то есть, есть вот все деньги, да? У меня есть всё. Тем не менее, у меня всегда есть идея, каким образом я могу сама себе, например, я хочу петь, я хочу записать свою песню, да? Я хочу танцевать, научиться там, да? Я не знаю, я хочу ещё детей, я хочу помогать людям. Ещё детей? Да. У тебя есть ребёнок? Да. Ой, здорово. Никитка три года исполнилась. Вот, ну, то есть, у меня цели и какие-то идеи возникают постоянно, нон-стопом, да? И вот представить, что у меня всё есть, всё сделано, такого быть не может. Не может, потому что представить себя, лежащий тебя в шезлонге, там, больше 15 минут, невозможно. Невозможно. Купи беговую дорожку себе. Я вот, опять же, вот вы когда на, как это, Коршага называется? Кокшага. Как? Кокшага. Я была там. Как шагну? Кокшага. Друзья, это речка. Прекрасная река в Марийской республике. Вот так вот, Миша говорит там. Гребёт и говорит. Гребёт и говорит. А вот просто возьмите, вот всё, бросьте и отдыхайте. А сам гребёт при этом. И мы уехали. И мы уехали, вот чтобы на шезлоге-то полежать. Оказывается, когда отдыхаешь, работа кипит. Заказы прям сыпятся на почту, представляете? То есть отдыхать пока некогда. Отдыхать, нет, просто нужно выезжать отдыхать, ничего не происходит. Ещё даже лучше происходит. То есть возвращаешься, а дел ещё больше, именно в хорошем смысле, да, заказы есть там и так далее. Причём мы совместили отдых, съездили и отдохнули. И там ещё заказы взяли. Действительно, особый тип людей, которые на второй день отдыха начинают у них что-то там делать. Начинают работать там на месте. Я вот только с Кипра вернулся, и я вот на третий день начал выйти. Потому что, ну что там делать? Ну что ж, друзья, я надеюсь, вы найдёте, что делать на отдыхе. А мы прощаемся до пятницы. Пока.